всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале хочу прежде чем ночной расклад поблагодарить вас моих любимых подписчиков за что так пока я говорю вы можете определяться с позициями знаете в нашей жизни всегда есть сам что-то да что я называю само собой разумеющиеся и буквально в прошлом раскладе что ли либо в предыдущем читая ваши комментарии помимо те благодарности которые вы пишете я осознала такую вещь что у меня самые лучшие подписчики в катифка в контексте качество качество людей то есть знаете когда читаешь например комментарии на других каналах и по высказываниям людей ты понимаешь что это за человек да особенно если высказывается как-то там негативно касательно своих партнеров либо еще что-то безусловно я понимаю что каждый проживает свой опыт и я ни в коем случае не кого не критикую но это как мы выражаем свою точку зрения да то есть вот вы отличаетесь уровнем я не знаю как вам это сказать мне на самом деле знаете вот этот выражение покажи мне кто твой друг а я скажу кто ты в данном случае наверное на очень хорошо уместно покажи мне твоих подписчиков и я скажу какого качества ты сам по себе являешься так вот знаете читаю ваши комментарии вы тоже можете посмотреть почитать комментарии просто так ради любопытства но если убрать благодарности что тоже очень приятно то любые высказывания свой какой-то личный опыт то как вы выражаете как вы это пишете очень тотично очень культурно даже особенно если это болезненные до сколько видится позитива желания что-то изменить но все равно качик качество людей абсолютно другой вот меня это порадовало я хотела с вами поделиться что я это вижу меня не знаю как то вот осознала да что блин какие классные крутые вы люди на самом деле насколько вас света много насколько вас тепла осознанности и блин не знаю мне это нравится все не зря все не зря хочется сказать все нельзя и просто хотела вас поблагодарить за то что вы вот такие вот осознанные за то что вы стремитесь за качество жизни невзирая на трудности сложности многие из вас прошли очень болезненный опыт и я это вижу и я это читаю но понимаете одно дело когда просто ныть уму жизнь плохая ничего вот не такого хорошего нет и так далее далее а другое дело когда просто сказать что блин да сложно было я это признаю я это не отрицаю но я что-то сделать даже все что в моих руках все что я как человек могу сделать я это делаю и вот это вот приятно для меня вот этот вот показатель качества и уровня людей то есть не столько раз сколько вы падаете столько сколько раз вы встаете и идете дальше потому что ну блин жизнь такая до что мы падаем а иначе как мы научимся и вопрос не в том что мы упали лежим там и ноем кто нас поднимет и все сволочи потому что нас не поднимает а вопрос в том что насколько мне хватит сил встать и пойти дальше и и при этом не просто эти и ой как трудно и я предали нет а вот знаете радоваться то трудно да я понимаю что я упал я в грязи я в пыли не знаю еще что то но я иду да то есть не это важно а сам процесс и меня вот это вот радует то есть почему потому что я такой человек по жизни и когда я вижу таких единомышленников вашем лице меня вот прям это очень радует из-за этого вам огромная благодарность за то чтобы именно такие потому что каждый человек меняя свою жизнь и улыбаясь этому миру на какой-то доли частички он становится светлее и мир не меняется когда другие его меня это он меняется когда я меняюсь и чем больше я света тем тем лучше мир становится а по-другому никак не станет лучше у него нет задачи быть лучше он тренажер а у тренажера есть другие задачи хорошо сегодня мне захотелось в таком состоянии сделать я смотрю у меня здесь компьютер вы это видите да вы крайне раз который предложила татьяна один из последних до больше в принципе нету вот тем надо будет написать по что вы предлагали тему называется он водопад энергий и мы посмотрим с вами четыре вопроса касательно энергии которые нам необходимы сейчас то вот такой расклад сделаем сюда поставить я просто думаю что если сюда поставлю на стол компьютер я закрою вместо вы не сможете увидеть ладно надеюсь вы определились позициями первое у нас голубенький красненький зелененький до 1 2 3 позиция отодвигаем эти два камешка и начиная позиция номер один голубенький камешек первый вопрос под каким водопадом энергии я сейчас стою работать буду на колоде таро шаманов но как он под каким водопадом энергии я сейчас стою о боже вот вы действительно знаете вот если можно было описать так вы стоите но если не под водопадом ниагары ну потому что слишком объемный вот чуть меньше но вот такой же величины вот по таким водопадом я вас вижу мощным сильным освежающим то что вас наполняет там вот понимаете вот вы вы уже наполнились вы уже прошли всевозможные трансформации вы вышли на другой уровень вы стоите под водопадом знаете как будто бы на вершине и смотрите на вершине горы и смотрите вниз вот эти вот просторы высота свежий воздух другой абсолютно другой уровень другое качество жизни и вы наслаждаетесь до наслаждаетесь ощущение того что вы достигли каких-то вершин может быть профессиональных может быть личных может быть в силу возраста не важно важно что вы уже на вершине и сейчас кто-то скажет мне что нет я не на вершине это состояние это внутреннее ощущение того что да я добился я я что-то из себя представляю как минимум да как личность и выражение себя она не определяется финансовым положением либо статусом а здесь вы еще раз повторюсь ваше внутреннее ощущение того что да вы что-то достигли у вас что-то получилось вы что-то смогли и вот как минимум вы стоите хорошо плотно уже на ногах под каким водопадом энергии я стою сейчас вот вытащила вытащила аркан смерти очень интересный окан здесь шаман танцует тани смерти у него очень много колокольчиков он отпугивает злых духов для чего для того чтобы войти здесь вам не видно на заднем плане здесь есть зеркало как портал и два лика то есть его душа должна быть такой легкой чтобы он смог пройти в этот портал то есть это вот перерождение у нас всегда аркан смерти говорит о перерождении в нашем сознании то есть мы отпугиваем все лишнее не случайно я вам сказала чтобы уже достигли в каких энергиях под каким водопадом вы сейчас стоите под водопадом тех людей кто уже перешагнул здесь еще не перешагну а вы уже перешагнули вы уже прошли в этот портал уже вышли как минимум мыслите иначе это как минимум я не знаю изменилось ли у вас что-то в реальной жизни что вы можете сказать что вот качество жизни моей стало уже другую другим но если еще нет то это будет в будущем обязательно потому что в вашем сознании произошли уже изменения безусловно и полка мой любимый король кубков именно в этой колоде прям очень будут прям красиво очень красочная колода он едет на черепахи водный причем нет да водный нет вру сухопутная по моему она сухопутная но она по реке воды идет плывет по реке жизни и вот он такой мудрый седыми волосами король кристаллов под каким водопадом энергии новых знаете как это сказать здесь эмоции есть но не поверхностные такие знаете вот хихихака а вот какие то вот чувства здесь о глубине речь идет под энергиям более таких знаете вот есть влюбленность которые познают многие а есть любовь которая дана немногим ощутить эту глубину вот здесь такое ощущение что вот вы прошли как раз таки вот эту трансформацию вышли на какой-то новый уровень где вы сможете познать вот это состояние любви состояние любви это состояние чистого света это когда вы соприкасаетесь с первоисточником это внутреннее ощущение блаженства это не бабочки которые летают это не радость фоновая а это вот спокойная тишина которая имеет в себе абсолютно все звуки все состояние одновременно вот вы уже приходите к этому состоянию ощущение того что вы стоите под водопадом именно познание глубины своих эмоций своих вот этих вот чувств состояний вы не на дне вы не нурнули в глуби а вы понимаете вы как будто бы выплали и вот этот вот свежий глоток воздуха он не обжигает вам легкие а он вводит вас какое-то иное состояние единства вот прям здесь вообще другие другое 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 качество я не знаю напишите как вы это понимаете но по ощущениям это вот прям иное качество это знаете напоминает когда захочешь я не знаю в какие-то буддийские монастыри и ну вот ты ощущаешь вот эту вот силу эту мощь и но она легкая она не тяжелая это вот но вот для тех кто познал любовь да вот вам вам это понятно будет о чем я говорю какие энергии для меня родственные вообще какие энергии для вас родственные близки вам близки энергии страха на самом деле почему потому что девятка луков она говорит знаете энергия страха не не в контексте того что вот я боюсь я ничего не делаю а здесь скорее всего какое-то вот уныние вот ваши родственные энергии это уныние это вот одиночество и но скорее всего когда что-то не получается а когда много вкладываешься и у тебя не пол ты не видишь своего результата и у тебя опускается руки и вот здесь вот это вот уныние от собственной какой-то несостоятельности и страх от того что вот как будто знаете времени не осталось и либо мне перекрыли все перспективы и я уже знаете вот я никогда не стану тем кем я хотел бы ну потому что ну не в этой жизни нету в невозможности вот вот эти вот ощущения вот эти вот энергии вот они вам родственные очень часто их ощущаете шестерка кристалла вот узнаете вы бы сейчас находитесь позитивных энергиях я могу сказать в энергиях единства а ваши привычные родственные энергии а это энергии двойственности и отрицательной энергии вы вы с ними свыклись они вам родные вы их знаете а вот скорее всего нечего такое позитивное созидательное но вам не незнакомо и вот поэтому и это новое для вас в трансформации шестерка кристаллов в данном аркане здесь говорит данной колоде говорит о том что знаете ваше привычное состояние когда что-то уже ушло что-то завершилось что-то разбито вывод до последнего верите что вот ну а вдруг а вдруг это получится а вдруг я смогу слепить а вдруг я смогу что-то изменить то есть вы не отпускаете прошлое это ваша привычная энергия это родственная ваша энергия когда вы держитесь за то что уже нужно отпустить а вы все равно еще надеетесь да что а вдруг это получится это может быть не только человек это может быть и профессиональная сфера деятельность какие-то проекты то есть какие-то ваши мечты то есть вы держитесь за прошлое с надеждой восстановить да то есть склеить какие-то, ну, боже мой, поломанный сосуд, да, вот, вместо того, чтобы выбрать эти, купить новые, вот как-то вот эти вот энергии, они, энергии надежды, надежды то, чего уже не будет, вот с одной стороны, смотрите, вы не верите, да, что что-то сможете сделать, да, вот, уныние, что нет, ничего не получится, и это неправильно, да, то есть на самом деле противоположное существует, а вот вторая энергия как раз-таки наоборот, которую нужно отпустить и в нее не верить, а вы верите, здесь ощущение того, что вот вы верите не в то, что нужно, да, то есть то, что нужно выбросить, убрать, вы это не делаете, а за что нужно схватиться, вы за это не хватаетесь, вот это вот ваша привычная энергия, и шут, и вот смотрите, то есть с одной стороны мы как будто бы закрываем сами себе возможность идти в будущее, да, потому что мы в будущее не верим, а мы верим больше как будто бы в прошлое, и у нас выпадает нулевой аркан, шут, который говорит о том, что как раз-таки это тоже аркан веры, только веры в себя и веры в высшие силы, так вот здесь как раз-таки ваша родственная энергия заключается в том, что вы постоянно что-то в себе обнуляете для того, чтобы двигаться дальше, то есть вы как будто бы такой, вот сначала вы впадаете в уныние за будущее, потом у вас начинается период, вот когда вы верите в прошлое, и только после этого, да, вы как будто бы эти энергии обнуляете, понимаете, что ни то, ни другое, ни будущее, ни прошлое не имеет места быть, а только момент здесь и сейчас, и вот таким образом вы приходите как раз-таки к трансформации, перерождению того, в чем вы находитесь, здесь ваш сценарий, отследите его, пожалуйста, вот это вот ваши энергии такие, да, сначала вы расстраиваетесь за будущее, потом верите в прошлое, и только после этого следующий этап у вас идет обнуление, и это вас выбрасывает на новый уровень, и ваши энергии родственные, это вот эти. Хорошо, какими энергиями мне сейчас нужно наполниться, чтобы продолжить путь, либо поправить свое физическое и моральное здоровье? Каких энергий вам сейчас не хватает? Оригинально. Почему оригинально? Потому что сразу скажу, что рыцарь луков в этой колоде, посмотрите, женщина достаточно агрессивная, сидит на ордле, и они летят, да, но внимание обращаешь, да, то есть она в двух руках держит мечи, то есть такая агрессия, какого энергии не хватает, выйти из какого-то застоя, знаете, королева бубнов, королева бубнов, она такая, знаете, она стабильная, она в гармонии с природой, она не враждебная сама по себе, а вот рыцарь луков достаточно так настроены враждебно, да, по отношению к другим, и вот здесь вот ощущение того, каких вам энергии не хватает, движения, то есть не вражды с миром, и не застой, а найти как будто бы какую-то золотую серетину для своего собственного движения, двигаться, но не агрессивно, и не застревать, вот в этом комфорте, стабильности, уюте, то, что вам понятно и известно, здесь должно быть движение, но не резкое, а такое достаточно гибкое, плавное, целенаправленное, но не мощное, вот здесь не должно быть какой-то агрессии, ощущение того, что вы просто должны идти, то есть вы не должны бежать, да, куда-то, чтобы потом вам не хватило дыхания, а наоборот, вы должны просто двигаться, идти, 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 невзирая ни на что, но идти, двигаться, таких энергий, движения вам не хватает, на, сфокусироваться, ощущение того, что вот ваше исцеление придет тогда, исцелительные энергии, тогда, когда вы начнете двигаться, когда вы прекратите убегать в свои фантазии, иллюзии, ощущение того, что не в голове в виртуальном мире активничать, а в материальном мире, вот, вам нужно начать действовать, потому что вы очень много действуете в голове, в виртуальном мире вы представляете, вы рассчитываете там очень много действий а здесь вам как будто бы нужно исцеление придет тогда когда вы начнете действовать в реальном мире не в голове убегая в своей фантазии до от своей ответственности когда вы начнете действовать ну к примеру кто ищет пару до начните себя проявлять показывать в этом мире одни они просто мысли при как вот я его встречу там воображать нет начните что-то делать начните выходить в мир радоваться представлять как вашей жизни уже есть этот человек как вы себя ведете как будто бы это уже свершившийся какой-то факта вот ваше поведение ощущаете этого человека либо то что вы хотите да вот что вам здесь нужно сфокусироваться на чем-то чего вы хотите достичь потому что в том состоянии в котором вы сейчас находитесь до после трансформации вас открываются новые горизонты вы можете получить это и чтобы получить это вы должны это ощущать как будто бы вы уже в реальном мире взаимодействуете с этим если допустим это какой-то проект не знаю кто там материальный какую-то вещь хочет приобрести там дом машину я не знаю что-то куда-то съездить действуйте так как будто бы это уже есть вашей жизни то есть если есть машина я у вас ее нет вы хотите прям вот ощущаете что вот я сейчас сяду да как я буду руль держать не в голове а в реальной жизни то есть проживаете идете по улице ощутите вот как будто бы вы если бы вы не шли а вы ехали а вот ощущение здесь вот два мира вам нужно соединить мир вот этот вот идей и реальный мир потому что вы пока только в мире идеи вам нужно соединить мир в реальном мире как это можно сделать сейчас исходя из ваших возможностей силой 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 на мере колесничья до сила и колесничьего был силой намерения я вот так скажу да то есть ставьте себе цель и идите к ней не думайте о времени не думайте о способе а просто что-то делаете для того чтобы ваше желание реализовывалось и не оценивайте самое главное то есть получилось не получилось нет сделайте там я не знаю надо заняться как-то рекламой и продвижением пишите посты не оценивайте хорошо или нет здесь ощущение того что берите количество да много 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 всего вы будете делать и вы обязательно что-то да выстрелит и вот это что-то да выстрелит она привезет вас к тому что вам необходимо например если вы ищете себе партнера встречайтесь с разными людьми до встречаетесь с разными если вы мужчина женщинами ходите на свидание просто общаетесь не с целью заводить роман а с целью взаимодействовать ощутить вот этот вот процесс энергию других людей насколько вот эта энергия мне близко а это мне небеска это мне родная а это нет вот этот мне нравится то есть мы взаимодействуем с энергиями людей они с пожимой с и продуктом с их продуктом то есть допустим когда вы читаете книгу вы взаимодействуете с энергиями автора а не то что вы держите руку в руках книгу на когда вы читаете текст вы взаимодействуете с энергием того что там написано да вы не со словами взаимодействуете а сто энергии с теми смыслами с теми идеями которые вкладывает автор вот прям ощутите это не вам ну первично на вашем новом уровне уровня созидания уровня любви куда вы вышли вам нужно поставить новые цели для себя новые намерения и дать себе разрешение чтобы это случае то есть я даю когда мы выстраиваем намерение да не желание что я хочу чтобы у меня там была там я не знаю какая-то одежда шубу себе купить как я услышала недавно нет а вы высказываете намерен что да я согласна что эта шуба ко мне придет неважно готовить я соглашаюсь с действием с принятием и отвечаю за последствия несу ответственность за последствия то есть да я соглашаюсь на то чтобы эта шуба пришла ко мне и я соглашаюсь на ее последствия то есть буду я ее носить не буду я ее носить приму не приму то есть я не знаю какие будут последствия но я принимаю я несу ответственность я принимаю любые последствия за то намерение которое я высказываю почему потому что мы же все думаем только о том, что мы хотим, а о последствиях того, что мы хотим. Мы об этом не думаем. Мы хотим партнера, но мы не думаем о последствиях, что с этим партнером мы потом можем и семью-то создать. А насколько тебе нужна это действительно семья? То есть о дальнейшем мы как-то вот не думаем. А здесь, когда мы высказываем намерение, мы соглашаем, мы даем согласие. Да, я согласна, чтобы этот человек пришел в мою жизнь, и я несу ответственность за свой выбор, за свое вот это намерение. И да, то есть как следствие, я даю согласие на все любые последствия. То есть я потом не буду говорить, что нет, мне здесь вот не нравится, да, он пришел, но мне не нравится его характер, там, либо еще что-то. Поэтому мы не высказываем конкретно, что я хочу вот такого человека, высокого, там, еще и так, там, спортивного, умного и так далее. Нет, мы говорим, да, я согласен на то, чтобы пришел партнер в мою жизнь. Для чего? Для любви, для того, чтобы разделять, для понимания, для взаимности, для проживания какого-то возможного опыта. То есть, ну, пересмотрите то, как вы высказываете свои намерения. Вот такая вот у меня была первая позиция. Я оставлю только один аркан. Почему-то мне хочется вот так сегодня сделать. Мы с вами переходим к позиции номер два, красненькому камешку. Ну, двоечки. Под каким водопадом энергии вы стоите сейчас? А вот вы стоите сейчас на кухне и готовите тортик. Что здесь пироженком мне запахло? Что-то сладенькое мне пахло, что-то там печет. Вот что-то такое прям вкусное-вкусное. Печеньки, печеньки. Либо пирожные, либо печеньки. Что такое сладкое? Под какими энергиями? Под сладкими энергиями вы стоите? Что-то готовите? Не в прямом, в переносном смысле. Что-то там заварили, что-то готовите? Есть какая-то у вас идея. Она такая озорная идея, в которой вы сейчас включаетесь, и вам это нравится. Такая творческая. Во что-то вы сейчас включены? В создание чего-то нового. Под каким водопадом вы еще стоите? Вот знаете, как этот Ханс и Грета почему-то мне показывают, да? Вот мир каких-то сладостей, да? Не знаю, почему сказка, ассоциация с сказкой какой-то, да? Под каким водопадом вы стоите? Под молочным водопадом. Вот вас, даже не водопад, а река, молочная река вас выносит куда-то. Вот вы на какой-то там печеньке стоите, и молочная река вас куда-то выносит. Я не знаю, что значит для вас молоко и печенька, но вот прям очень-очень такой, какой-то сладкий мир. Какие-то грезы влюбились, что ли? Здесь такая вот прям грезы какие-то, такие сладкие-сладкие грезы. Под каким водопадом вы стоите? Ну, король костей. Посмотрите, какой красивый король жезлов на крокодиле. Крокодил – это как инстинкты животные, и этот вождь племени, он огненный. Он укоротил это животное, это свои инстинкты, да? Вот у него волосы назад, прям, может быть, кто-то рыженький из вас вьются, и он такой, знаете, довольный, сильный, мощный, очень. Я не знаю, вот я говорю, либо вы влюбились, как вариант, либо вы стоите под водопадом энергии человека, который укоротил свои инстинкты, который научился управлять. То есть уже, безусловно, после зависимых отношений у вас уже появилось какое-то, знаете, вот научилась, уже столько раз падало, 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 что в конечном итоге уже научилась вставать, и мне уже не страшно падать, потому что, так я уже и не упаду, да? То есть как-то вот шишки набила и поумнела. Вот что-то здесь в таком роде. Да, башня, башня разрушения. Разрушение чего? И пошли в мастерство. Кто-то познакомился? Я все равно стою на своей точке зрения, независимо от того, что карты говорят. Да, об этом говорит моя интуиция. А есть категория людей, которые пошли в реализацию себя, да? То есть после каких-то разрушений пошли, ударились в реализацию профессиональной сферы. Какого-то мастерства. То есть вам захотелось, знаете, как-то вот стать профессионалом в какой-то сфере, да? Знаете, как-то вот стабилизироваться, устаканиться. Стать вот мастером. Как-то вот вы стали больше углубляться в это, в свое мастерство. Понимаете, вы это делаете не как терапия, да? То есть, ну, в личной жизни не получилось, давайте я побегу в профессиональную. Нет, а здесь вот осознанное решение, что да, я хочу, я готова, я уже принимаю свое мастерство. Я принимаю, я уже делаю, я уже углубляюсь. То есть, вы знаете, как-то интересный момент. Здесь ваша зрелость проявляется в профессиональной сфере, не в личной. А вот вы как будто бы пошли, взрослеете сначала с профессиональной сферы. Да. Ну, вы долгое время ждали, долгое время ничего не делали и восстанавливали себя. Да, вы сейчас восстановились, и вот вы как будто бы готовы отдавать, отдавать уже что-то этому миру. Какие энергии для меня родственные? Интересно, вот какие энергии для вас родственные? Справедливости. Для вас родственная энергия, знаете, справедливости. Особенно по отношению к животным. Вы никогда не пройдете мимо животного, которые нуждаются. Кому-то мама говорила, хватит таскать домой этих котят. Да. Да, все время домой какой-то живность. А кто-то из вас, либо вы, когда были маленьким ребенком, либо ваши дети, носят домой животных. Всякие такие, знаете, змеи, ящерицы, хамелеоны. Вот такое вот, как их называют-то? Не знаю, как их называют, они по-русски. Ну, такие вот холодные существа. Кто-то домой такое носит. Вот прям нравится. Нравится, и вы... Особенно если вам дети змеи приносят домой, а вы их боитесь. Такое вот не то чтобы отвращение, а ради бога. Я не против, только посмотри, чтобы он никогда оттуда не сбежал. Да, вот здесь что-то такое. Какие ваши родственные энергии? Вот мне больше животных показывают. Кому-то вообще нравится дикая природа. Там, я не знаю, сафари, либо джунгли, амазонка. Вот что-то такое. Дикая такая природа. Вы бы жили запросто в такой природе, дикой именно. Естественные какие-то вот условия, они вам... Ваша природа, энергии родственные, выживание. Вот вы как будто бы такой, ну, хочешь сказать, живучий гад. Что бы с тобой ни делала, ты все живешь и живешь, и все никак не сдохнешь. Но это вот кто-то, видимо, о вас такое говорит, да, если я это озвучила. Приспосабливать вы адаптируетесь очень быстро к любой среде. Мимикрируете очень легко. Поэтому вот вы такой достаточно живучий человек, ну, выживаете. Кто-то вот прям в горы ходит. Реально такие, знаете, вот экстремальный вид спорта вам нравится вообще. Почему? Потому что он что-то вас внутри компенсирует. Вот ваши такие, да, там, где опасность, где риски. Вот удивительно. Второй вариант всегда чувствительный. Кажется, вот такие нежные, хрупкие, ранимые. Но на самом деле у вас столько потенциалов, у вас столько силы. Поэтому если вы занимаетесь экстремальным спортом, вы вот здесь вот компенсируете вот это в свои подавленные эмоции. Да. С одной стороны. С другой стороны, ваши привычные энергии – это вот как раз-таки по пятерке кристаллов. Когда вы морозите свое сердце, стараетесь быть как все. Да. То есть здесь уже в минус идет адаптация. Когда вы подстраиваетесь по других. Здесь ощущение того, что, знаете, вот есть в этом, в дизайне человека, есть люди, у которых нету своих собственных эмоций. У них открыта эта зона эмоциональная. И они познают эмоции через других. Ну, то есть они эмпаты, и им легко чувствовать других людей. И тем самым, когда они чувствуют других людей, они иногда перенимают их эмоции. Им кажется, что это собственные их эмоции. А у них нет эмоций. Их собственных личных эмоций нет как таковых. Но при взаимодействии с другими людьми, так или иначе, они ощущают энергию других людей и принимают ее иной раз за свои. Таким образом, они познают эмоциональный мир, да, что есть эмоции. Так вот, вы в эмоциональном плане очень быстро сходитесь с людьми, которые грустные, у которых вот какая-то, может быть, апатия, разочарование. Вот эти энергии, они вам близки. Я не говорю, что они ваши. Я говорю, они вам близки. Вы их понимаете. То есть если у людей есть такие состояния, то вам легче понять такого человека, их мотивы, причину этого человека, почему он так поступил. Энергии каких-то, знаете, легких страхов. Вот смотрите, с одной стороны, аркан справедливости говорит о том, что вы достаточно такой справедливый человек, да, можете отстаивать, иногда может быть жесткими и жестокими тоже можете быть. Ну, что вам не совсем свойственно, как вам кажется, но эта вот жесткость, она может быть даже направлена внутрь себя. Такое тоже может быть, не обязательно по отношению к другим людям. Но внутри себя вы вот человек, который спасатель, борец за справедливость. И вам свойственно вот это вот по пятерке костей, знаете, какие-то мелкие страхи. Я бы их перевела в раздел сомнений, в раздел неуверенности. Такие, вы знаете, вот легкий формат страхов. Не сильные, у вас нету сильных страхов. А вот такие вот, а может и не надо. Это, допустим, вам говорят, надо сходить в какую-то государственную службу, что-то там сделать. И вот у вас появляется вот этот вот, ну нет, я не хочу, страшно мне. А вдруг мне что-то скажут, а вдруг мне откажут, а вдруг какая-то бумажка нужна, а у меня ее нету. Ну вот такие. И это связано с вашим эмоциональным фоном, да, потому что вам неприятно. Вы не толстокужий человек. И поэтому, если для кого-то другого, допустим, идешь в госслужбу, и ему говорят, ну там нет какой-то бумаги, ну человек может ругаться, да, может сказать, ладно, я вам принесу в следующий раз, там, либо еще что-то, и уходит. А вы нет, вы начинаете переживать, начинаете волноваться. Вот вы такой человек. Хорошо, вот эти энергии вам родственные. Какими энергиями мне сейчас нужно наполниться, чтобы продолжить путь, поправить свое физическое и моральное здоровье? Каких энергий вам сейчас не хватает? Вот таких вот энергий по девятке кристаллов вам и не хватает. Когда человек находится, знаете, он парит в воздухе, некого такого парения, легкости. Вот таких энергий вам не хватает, да. Некого такого состояния дзена. И энергий, новых энергий, пожубовных. Вам не хватает энергии ученика, который, знаете, вот чему-то научился и начинает совершать первые шаги, пробует. То есть вам не хватает энергии внутреннего успокоения, да, внутренней гармонии такого баланса. И одновременно человек, который встал на путь и совершает первые шаги, исходя из того, что он уже знает, он уже умеет, потому что здесь знания уже приобретены, да. Вы не находитесь в поисках знаний, а вы уже как будто бы эти знания, да, начинаете применять постепенно, да, как алхимики. В одну бирочку налив, в другую. А вот если я смешаю, это что будет? Меня взорвёт? Либо я получу какой-то правильный ингредиент, да. Это вот мне почему-то напоминает здесь аромамасла какие-то, может быть, кто-то занимается ароматерапией, да, потому что мне здесь показывается каплю такого масла, каплю такого масла, смешаю, что получится, да. Либо если вот кто-то из вас мыло варит, добавляет туда аромамасла. Что такое, какие-то такие ингредиенты здесь. Я не случайно сказала, что вы там эти пирожные готовите и печеньки. Чуть-чуть таких, чуть-чуть сахара, там, ещё чего-то, там, муки, а может быть, чуть-чуть специи добавить, да, то есть вот такое сейчас происходит у вас. Ещё какой энергии вам не хватает? Знаете, вот вытворять, хочется сказать, свои какие-то фантазии, мечты в реальность. Вам не хватает немножечко-немножечко сфокусировки, потому что вы отвлекаетесь, знаете, начинаете что-то делать. Ой, мне просто показывает вас. Это так забавно, начинаете что-то делать, да, поставили на огонь там кастрюлю, либо что-то, и вдруг телефон зазвонил, вот вы побежали, схватили этот мобильный, пока, значит, бежали, что-то говорили, забыли, что надо было газ поменьше сделать, и там молоко убежало, либо ещё что-то, и вы такие, ой, ну, то есть отвлекаетесь, очень быстро отвлекаетесь, либо идёте куда-то, из комнаты в комнату, проходите дверные проёмы, и прошла и забыла. И вы так гопы замены, что же я хотела, куда-то я шла. А, хорошо, надо вернуться, снова вернулись, а, вспомнила. Вот такие моменты у вас тоже есть, то есть иду, иду, и потом забыла, куда я шла. Ну, то есть отвлекаетесь. Здесь, скорее всего, больше в фокусировке нужно. А почему вы отвлекаетесь? А слишком вас погружает эмоции, да, то есть вы такие, знаете, начинаете, например, что-то сделать, потом кто-то вот вам позвонил, да, поделился своим добром, и вы такая сидите грустная, и забыли о своих делах. Что же мне нужно было делать, да, либо, ой, ладно, я сейчас не в состоянии это сделать, потому что я так переживаю за подругу, там, либо еще за кого-то, за ребенка что-то переживаете. Либо, знаете, вам кто-то что-то сказал, там, например, день рождения, надо придумать подарок, что купить, вот вы сидите, фантазируете, ну, то есть залипаете, отвлекаетесь. Хорошо. Так, мы посмотрели, значит, какими энергиями мне сейчас надо наполниться, как это можно сделать сейчас, исходя из ваших возможностей, то есть как вы можете наполнить, исходя из тех возможностей, которые у вас есть. А почему у меня это перевернуто? Прикольно. Как это можно сделать? Ну, четверка бубнов, да, она всегда говорит, что здесь человек держится за то, что имеет из тех, вот из тех возможностей, то, что вы имеете, вот из того, как говорится, этот, после всех вам поскребли, там еще что-то сделали, и слепили колобка. Вот, конечно, из того, что накопали, то и создали. Нарыли, да, из чего? Из того, что есть. Вот здесь, знаете, вот я улыбаюсь и шучу, почему? Потому что здесь такая энергия, она такая, ну, вы такие вот веселые, и это классно, это здорово, потому что, видимо, в вашей жизни сейчас что-то наконец-таки стало налаживаться, да, по сусечкам поскребли, и колобка без пола создали. Вот, причем, да, колобок, он, наверное, андроген может быть, да, сегодня записывала предпоследние занятия к курсу трактата Гермеса Трисмегиста, и она как раз про андрогена речь шла, да, то есть, вот, что-то такое, бесполое, что имеет и то, и другое, как вы можете наполниться, а вот вы так и сможете наполниться, как раз через соединение противоположностей, из того, что имеете. Интересно. Через... Знаете как? Идите туда, куда вам страшно, но делайте это не с какой-то целью, а в формате игры, в формате какой-то легкости, вот в формате какого-то прикола. Берите себя на слабо. А смогу ли я это? Вот, а слабо ли мне? Давай я просто попробую. То есть, я не жду какого-то результата. Почему? Потому что здесь очень такая характерная девятка костей, что как будто бы человек убегает здесь от этого духа, ему страшно, он бежит с оглядкой, но при этом он не видит настоящих врагов, которые вот здесь стоят, вот эти 2 гепарда. Они настоящие враги, но из-за того, что он убегает от этого духа, он не обращает внимания, что на самом деле дух-то ему помогает. Да? Потому что убегая от него, он не обращает внимания на настоящих врагов и тем самым, ну, спасает себя, да, то есть вам нужно двигаться, как будто такое ощущение, что вот помощь придет оттуда, откуда вы ее не ожидаете, и вот аркан влюбленных в этой колоде, он как раз, как говорит, стоит мужчина и женщина, у них руки сплетены змеей, то есть вас соединяет нечто большее, вот вам нужно как раз найти это большее, единение, здесь все говорит про единение, как вы сможете наполниться, да, что поможет, внутреннее такое, вот то, что вы имеете на данный момент, да, вам нужно это осознать, что это для вас, вот то, с чем вы остались, для вас является на самом деле помощником, используйте это, соедините все, что вы имеете, вот не оставляет меня эта мысль про эти ингредиенты, что же там такое, лепите, соедините все продукты воедино, и это поможет вам наполниться, прийти вот в это спокойное состояние и начать двигаться, для кого-то это в прямом смысле, может быть, соедините все те знания, которые вы есть, и направьте их в свой новый проект, это будет помогать, для кого-то это может быть, во-первых, кому-то необходимо пойти проверять, сделать чекап по-медицински, проверить свое здоровье, вот прям по всем врачам походите, независимо от того, мужчину и женщину, прям по всем, не только там конкретно какому-то одному, там, я не знаю, кардиологу, а вот именно по всем, почему, потому что вам вот что-то вы найдете, что какая-то вот такая вот мелочь, какое-то звено связующее, которое вы выпускаете, что-то такое вот мелкое, и оно поможет вам потом в дальнейшем в вашем настроении, это улучшится ваше как-то настроение, и вы сможете двинуться, это вот для кого-то прям очень точечно, такая была вторая позиция, здесь тоже оставлю короля жезлов, остальную колоду соберу, я как-то так, сегодня как-то неожиданно останавливаю позиции, но вот как идет энергетически, так, и мы с вами приступаем к позиции номер три, и зелененькому камешку, тройки, под каким водопадом энергии я сейчас стою, вы идете, какой у нас парада нет какого-то, а, парад будет 7 ноября, да, в России, вот вы идете под энергией какого-то парада, вот мне прям вот показывают парад, и шагают, маршируют люди, вы вот под такими энергиями марша какого-то, куда же вы так маршируете, я не знаю, какой-то вот парад военный, вы куда-то вот прям, прям четко, отточенно шагаете, под какими энергиями, под каким водопадом вы еще стоите, кто-то либо уезжает, либо переезжает, здесь платочком машете, какое-то военное перемирие идет, либо вы с кем-то полугались, теперь помирились, причем этот человек давно-давно в вашей жизни, то ли это давний родственник, то ли давно с кем-то надо было помириться, но вот много лет не разговаривали с человеком, а сейчас вот какое-то примирение пришло, под каким водопадом еще вы стоите в данный момент, вы как будто бы себя оттачиваете в чем-то, вы устроите, дисциплина, под водопадом дисциплины какой-то строгости, конкретики, четко, ясно, отточено, без каких-то лишних телодвижений, там еще вы стоите, хочется сказать, кого вы тут дрессируете, либо из-за того, что начался учебный год детей, как-то вот у кого есть дети, прям вот нужное русло, да, там 9 спать, уроки сделать, вот какой-то вот такая вот здесь программа, режим, что-то такое конкретное, кто-то со своим партнером воюет, как-то вот на место не может поставить, надо вот так, вот так вот, вы что-то кому-то здесь говорите, доказать, что надо вот так, и это правильно, а вас как будто бы не понимают, не то, что вам сопротивляются, вас не понимают, то есть, да успокойся, ты что же так это самое, агрессируешь, здесь не агрессия, а здесь, ну это вас так воспринимает, а здесь вот прям, знаете, вот так, все должно быть, как в швейцарских часах, да, вот все точно должно быть, какая-то вот точность, почему вам точность нужна, я не знаю, какие еще энергии под каким водопадом вы стоите вот вы что-то что-то оттачиваете конкретно конкретно вот вы кому-то говорить знаете для кого-то кто-то опаздывает здесь навстречу а вы его прям отчитываете почему ты причем при других обстоятельствах бы это не делали но вот для вас сейчас как-то вот время конкретика дисциплина это очень важно вы стоите сейчас под водопадом времени я бы так сказала как будто бы знаете вот каждая минута для вас она важна вы как будто бы это дело смерти и жизни да как будто бы кто-то здесь кричит вызовите скорую да ну вот прям на секунды вот если кто-то опоздает там скоро опоздает то все это будет приравниваться ну вот к смерти человека то есть вот вы сейчас какой-то такой период это проходите очень важный значимой вашей жизни на почему он так важен для вас почему вот это вот время для вас важно вы как будто бы боитесь упустить время да вот каждую минуту у вас произошло какое-то осознание и что вот вы как будто бы жили не так и время осталось очень мало по ощущениям у вас и вы хотите за короткий период успеть очень много сделать здесь нету какого-то дедлайна кто вам ставит а здесь вы сами себе ставите какой-то дедлайн и вот вы торопитесь успеть потому что это для вас важно именно не результат того чтобы будете делать а успеть успеть это вот прям жизненно необходимо интересно ладно давайте посмотрим на картах под каким водопадом вы сейчас стоите вы ну у вас какой-то опыт новый опыт начался погрузились в новый опыт и вот как раз ки я говорила про болезнь да здесь вот реально кто-то может быть ковидом и заболел но это прям очень небольшое количество людей ну да здесь понимаете здесь по четверке луков такое некое бредовое состояние в котором вы находитесь здесь кто-то сейчас я про это поговорю просто мысль такая пришла о том что кто-то погрузился какой-то вот опыт прошлого не обязательно прошлых жизней не обязательно просто воплощение а именно знаете может быть в этой жизни стали разбираться со своими родительскими детско-родительскими сценариями вот вы погружаетесь как будто в детстве в какой-то кошмар здесь какая-то конкретная ситуация очень болезненная когда вы сами как ребенок себе ее заблокировали потому что она была очень травмирующая для вас и вот вы сейчас как будто бы осознаете что пришло время опять-таки время пришло время и вам нужно эту травму проработать потому что она очень сильно влияет на вашу жизнь и вот вы как будто бы сейчас готовы это сделать и вы погружаетесь с каким-то мастером в эту вот травмирующую ситуацию это какая-то болезненная для вас и вот вы очень ярко и и проживаете вот в этом регрессии либо гипнозе она прям вот ну вот этот вот бред вот это вот огненно это все так явно это все так живо ну знаете вот когда бывает например какое-то насилие и организм как сама срабатывает механизм самозащиты и вы как будто бы отправляете вот этот вот фрагмент своей жизни в некое такое забвение на самом деле мы ничего не забываем но вы как будто бы блокируете заблокировали а сейчас вы понимаете что надо это разблокировать и надо это прожить то есть вы готовы его уже созрели вы понимаете что вот это вот изменит как-то очень вашу жизнь вот вы погружаетесь в этот опыт кроме того что кто-то я еще расскажу заболел но здесь вот понимаете вы горите вы в прямом смысле сгораете горит горите вот горит ваша душа как бы вам это объяснить здесь может быть прям переносном смысле горите каким-то проектом чем-то вот каким-то новым опытом до загорелись и вы то есть вы полностью погружены в это либо здесь какой-то вот мистический опыт был тоже да то есть вы погрузились и что-то с чем-то вы столкнулись какие-то я не знаю с какими-то энергиями силами предками вот прям причем здесь может быть даже еще и негативный опыт кто-то прожил до мистический негативный опыт встретились с негативными силами и очень сильно вас это напугало такое тоже может быть а может быть это в прошлом у вас открывались были какие-то способности вы увидели что-то что вас напугало вы не смогли найти объяснение заблокировали этот опыт такое тоже может быть поэтому я я вижу здесь время мне показывает время важность время актуальность я должен это успеть я должен это сделать как будто бы вспомнить проработать для того чтобы отпустить прям ну вот очень важно не знаю а может быть кому-то здесь оставляют завещание и вот прям важно попрощаться с кем-то вот прям очень важно для вас успеть успеть вовремя доехать приехать попрощаться потому что этот человек важен для вас вашей жизни ладно окей здесь много разных ситуаций под разными водопадами стоят разные люди вообще какие для вас энергии рот энергии родственные энергии разрушения идеалов энергия как и во второй позиции страхов но таких достаточно легких одно здесь страх не потому что вы боитесь а вы идете как раз таки в те страхи вы как будто бы провоцируете себя у меня такое ощущение что вот есть категория людей может быть вы практик если нет вы очень опасный человек ну то есть занимаетесь опасными вещами имейте ввиду то есть вы кто-то из вас может быть не специалист но практикуете те вещи с которыми нужно быть поосторожней вот прям очень поосторожней здесь не то что есть какие-то силы которые что-то с вами могут сделать сколько вы сами можете себе навредить на здесь ваши родственные силы вообще энергия энергия разрушения энергия разрушения каких-то в прямом смысле и энергии разрушения каких-то ваших идеалов как будто бы шаблоны какие-то рушите что меня же голос сил интересный такой момент вы прям знаете фокусируйтесь погружаетесь будьте будьте аккуратны и будьте не знаю здесь вот не не знаю чем вы занимаетесь я не вижу что здесь будут какие-то негативные последствия от этого но вот ваши родственные понимаете вот ваш вы экспериментатор вот вы мне показывает знаете раскапываете вот как этот прошу прощения просто голосил неожиданно как археологи раскопками занимаетесь раскопками может быть вашей души вашего опыта может быть это прямом смысле изучаете археологию что-то что-то копаете что-то ищите может быть как кто-то здесь нанял для своего там мужа жены какого-то детектива и вот наблюдаете хотите раскопать хотите понять хотите в чем-то разобраться ну вот я же говорю не случайно марш военная что-то такое кто-то если вот у мужчины да здесь есть по третьей позиции то они однозначно военные причем ну может быть как следователь по профессии что-то вот что-то вы здесь раскапываете чем хотите понять что-то знаете кто-то здесь хочет понять узнать о себе что-то кто-то другом человеке но здесь не проект не здесь больше личность здесь кто-то знает может быть бороздит просторы тонкого плана астрального там занимается осознанными сновидениями и вот там что-то хочет узнать но однозначно у меня такое ощущение что вот вы как-то вот это все связано с вашей головой я имею ввиду как там кто-то свои убеждения исследует кто-то исследует как-то здесь свои шаблоны а кто-то вот погружается как-то вот свою голову в бессознательное что ли чем вы занимаетесь не могу понять вы как будто вы знаете хотите соединить две противоположности поэтому я и говорила ранее о примирении кого-то с кем-то как будто бы какие-то облака хотеть но тучи развеять что-то не но не проясненное проясните вы сидеть хотите примирить две противоположности вы что ли проходили там про гермеса где мы говорили до соединить наше бессознательное сознательно вот кто-то это делает действительно хорошо интересно так ваша энергия еще раз углубляться концентрироваться вычленять что-то одно фокусироваться на нем любопытство это вашей энергии такое знаете страх который включает вас он активирует на действие не страх от которого убегаешь либо морозишься а страх который включает вас на действие то есть чем больше страха тем больше у вас азарта и желание все разрушить желание идти против системы желание идти против своих родителей против против тех кто живет не так как вам кажется как надо да вот желание разрушить иллюзии других людей как-то вот что-то такое ладно какими энергии мне сейчас нужно наполниться чтобы продолжить путь и поправить свое физическое и моральное здоровье прям классный вопрос придумала таня какими энергиями мне сейчас нужно наполнится но во первых а здесь энергия надежды вот вам прям необходима надежда потому что вы как будто бы в чем-то разочарованы своих каких-то действиях своих каких-то действиях кто-то разочарованы может быть вот в своих каких-то авантюрах я же говорю вот то чем вы занимаетесь уже где-то внутри себя вы как будто бы осознаете то ли вы где-то накосячили сейчас славливаете следствие своих последствий где-то знаете как-то вот пошло пошло поехал одно привело другое дата допустим не хочу это говорит ну вот меня заставляет скажи да здесь одному наврал другому наврал потом сам себе забыл что-то это и там обманул и чё я кому говорил и зачем я вообще сюда влип здесь вы какие-то такие мысли это вызывает вот вас какого-то разочарования и почему я поступил как-то вот но по-детски но вот мог бы быть по-другому да надо было сделать по-другому и чё я пошел на эти провокации зачем я это сказал вот здесь вот такое куда просто был какими энергиями нужно наполнится желанием двигаться дальше и расти вот именно энергиями роста энергиями впустить в себя вот эту силу и идти дальше ввысь не не вперед не назад а именно ввысь именно вверх по спирали вот тащусь отпустить вот эти вот разочарования которые у вас есть и идти идти дальше идти вот знаете довериться здесь что-то у вас произошло какой-то вот важный опыт вы получили и накосячили да накосячили вы это понимаете вы это осознаете но вам нужно идти дальше то есть вот этот опыт он не должен нас останавливать вы должны вы должны довериться что вас ведут потому что аркан шута в этой колоде он напрямую говорит что я доверяю я доверяю вашимся я полностью полностью почему смотрите две раза два разных аркана одна и та же поза человека вот аркан шута и вот аркан десятки жезла посмотрите этот человек и та и другая поза до раскрыли руки вверх смотря до молятся молятся вы как будто бы вот какими энергиями вера наполни мне ощущение того что вот вы как будто бы можете горит наполни меня силой дай мне сил двигаться дальше вот здесь как-то так кто-то действительно может обращается да и королева кристаллов вот прям эмоции эмоции я хочу по этих эмоций кто-то прям требует да дай мне дай мне сил дай мне любви дай мне вот этих эмоций какие эмоции вам нужно как-то каких-то состояний а кто-то просит за какого-то наставника за какого-то мастера чтобы ему дали чтобы направили кто-то просит действительно каких эмоций силой веры в себя а для чего вам вера в себя что такое но очень много вы себе напридумывали и вам страшно сами сами придумали сами себя напугали сами напугали сами создали какие-то конфликтные ситуации и вот впали опять в дьявола опять 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 повелись на что-то и опять впали в дьявола и теперь хотите выбраться из этой ситуации хорошо давайте я просто посмотрю потому что мне кажется для кого-то это актуально получится ли выйти получится ли выйти но вот вам надо разрушить это старое это старое нужно разрушить и научиться управлять своим умом знаете вот я не случайно сказал что что-то вы такое практикуете со своей головой есть такое ощущение что-то полезли не туда и что-то у вас произошел какой-то опыт голове получили какой-то я не знаю что-то практику какую-то увидели то что не должны были увидеть здесь почему говорится возможно ли вы здесь как совет рекомендация успокоить свой мозг научиться управлять успокаивать свои мысли успокаивать свою голову то есть перестать прекратить создавать свои собственные страшилки вот то что с вами происходит знаете когда человек неподготовленный и он идет во все эти там астральные путешествия и так далее о чем я говорю неподготовленный человек который не проработал свои страхи в том плане когда выходишь на тонкий план там нету фильтров то о чем ты подумал это материализуется и это видно если вы наполнены всевозможными страхами то вы с этими страхами сталкиваетесь напрямую и сложно как-то взаимодействовать то есть единственный способ сохранения себя от тех существ которые вы сами порождаете в своей голове потом с ними сталкиваетесь это успокоение вам нужно научиться расслабляться то есть пока ваш мозг активный и создает вот эти вот все ваши фантазии то чего вы боитесь он материализует вот решение для вас научиться успокаиваться когда вы спокойны вот эти страшилки они тоже засыпают а если они засыпают они не проявляются материальном мире так вот у вас здесь вот этот опыт на как-то бы а может быть здесь вот прошлое она и пугает вас какие-то что-то в прошлом прямом смысле сделали бы давно в прошлом она имеет влияние на вас и вот она постоянно кто-то просыпается кошмар понимаете то что было у вас в прошлом либо то с чем вы столкнулись полезли туда куда не надо своей голове и она очень эмоционально запечатлилась у вас и вот вы кто-то спит и просыпается в каких-то кошмарах потому что вас это преследует и вам здесь говорят как решение научиться каким энергиям вам наполнится на научиться успокаивать успокаивать свой активный мозг ум как это сделать не спрашивать у каждого свой способ хотя вот следующий вопрос как это можно сделать сейчас исходя из моих возможностей то есть в данном случае на предыдущий вопрос отвечая каким энергии мне нужно нам наполниться и как это можно сделать сейчас то есть как получить вот этого доверия как получить этого наставника как успокоиться как это можно сделать через рост вот через собственный рост знаете здесь нужно захотеть вот вам нужно действительно захотеть расти действительно захотеть меняться получить то что вы хотите не знаю там для кого-то там просветление очень важно для кого-то важно какие какой-то опыт в состоянии души от души вам нужно захотеть не от ума от души как вам можно сделать вам необходимо исцеление вот вам действительно необходимо исцеление возможно для кого-то нужен партнер для того чтобы вас исцелить пара нужно если вы мужчина вам нужна женщина если вы женщина вам нужен мужчина здесь нужно научиться доверять доверять как-то доверие сможет вас излечить кому нужно доверять опять времени вот вам нужно научиться времени доверять нужно знаете иногда вовремя хочется сказать свинтить но иногда надо вовремя переключаться вот если мы говорим про практике которые у вас в голове вот вовремя нужно переключаться вовремя нужно останавливаться и это важно если вы что-то практикуете переключаться если вы испугались если вы напряжены нужно вовремя переключиться расслабиться на что-то другое выпала верховная жрица знания вам нужны глубокие знания вам действительно нужен наставник мастер сможете ли вы сами ну достаточно агрессивно шишек много набьете по справедливости до по справедливости можно но это будет очень долгий путь и очень болезненный он будет полезный но он будет очень полезен опасный и очень долгий болезненный желательно получить наставника самостоятельно нет я не знаю что вы там практикуете но просто будьте поосторожней на этом все я пожелаю вам отличной недели всего хорошего хорошего настроения света вам любви и счастья а я с вами прощаюсь пока пока